со своим внуком, которая смогла изменить скорость мозгового кровотока, которая мы зафиксировали, что она была ухудшена. И вот лимфатический массаж в течение какого времени? В течение двух недель. В течение двух недель уже изменилась ситуация. А в ощущениях, как это в голове произошло? Ой, ну что, я чувствовала, я чувствовала и летучие боли, и боли в левой икре, как, вы знаете, свинец. Потом я начала делать массаж, этот свинец пошел вниз, забурлил, пошел к стопе. Вот умница, почувствовала тело. В глазах, в голове, в темечке. А доктор сказал, что 60% перекрытых артерий это нормально? Ну, то есть они ничего не сказали. Сделали исследование. Сказали, когда будет 70, придете на операцию. Ага, будем тогда сосуды прочищать. Да. Вот примерно такая тактика. Не предупреждать заболевание, к сожалению, а констатировать уже ухудшающуюся проблему и делать потом оперативное вмешательство. А мы попробуем не допустить. Глазки стали лучше видеть? У меня правый глаз почти совсем не видел после травмы. Я упала три недели назад этой стороной и на глаз. Это было страшное дело. Сейчас я вижу вас с правым глазом, вижу так, знаете, потому что я вас знаю. Ну, главное, что 7 лет назад мы отконстатировали, что у нас идет сужение сосудов. Решили это оставить как есть. Ждать, когда же сузится дальше. Вот оно дождались, получается, когда сузилось дальше. Пришли на какой стороне, на 60% сужены? На правой. На правой. А на левой? А на лево 30, 40, здесь 50, 60. Вот так. То есть мы это считаем, теперь нормой говорят, как это возраст. Нет, мы можем корректировать с вами возраст. 75 лет. Молодец. И восстанавливать скорость мозговых роток тут независимо от возраста. Тут работаем или не работаем, ленимся или нет. Ну, умничка. Молодцом. Ольга Ивановна, вы открыли мне ключик к здоровью, как им управлять. Я влюбилась в вас со всем сердцем. Ну, ясно. Вот так вот бывает любовь к пожилому возрасте. Да. Главное, молодцом. Главное, надо делать, зайка. Иметь терпение и просто ежедневно спокойненько делать. И мы будем поддерживать этот уникальный механизм, который называется человеческое тело. Удачи вам.